Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Мы начинаем программу «Обзор рынков аналитики Arum Capital». И с нами сегодня аналитик компании Arum Capital Владислав Воробьев. Владислав, добрый день! Здравствуйте всем, уважаемые участники! Как всегда, по традиции, доброе утро, добрый день, либо же добрый вечер, в зависимости от вашего часового пояса. Рад вас всех приветствовать. У нас сегодня 12 число, 11.00. Давайте потихонечку начнем. Как всегда, для начала скажем несколько слов об Arum Capital. Вспомни, что это международный брокер с соответствующей лицензией от CSEC под номером 323.17. Также напомню вам про целый ряд преимуществ, такие как 100% вывод всех ваших сделок на рынок и перекрытие их на реальном рынке. Также напоминаю, что вас ждет целый ряд преимуществ, таких как исполнение ордеров по лучшим ценам, узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса. И самое важное в нашей жизни – отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Также напоминаю, что вся аналитика, которую мы с вами рассматриваем и все, что я представляю, на ваш строгий суд – это исключительно прогноз. И мое мнение о рынке, понятное дело, что прогнозы могут оправдываться, могут не оправдываться. И у вас, конечно же, может быть своя точка зрения, которая отлична от моей. Ну, а вся доходность в прошлом никак не гарантирует доходности в будущем. Об этом тоже не стоит забывать. Также напоминаю, что в работе у нас 30-минутный таймфрейм. С моей точки зрения, это оптимальный временной интервал для торговли внутри дня. Можно сказать, классика жанра. Также у нас скользящие средние две штуки, 12-й и 48-й, обе экспоненциальные. Находим их пересечения и получаем сигналы на покупку и на продажу. 12-й пересекает 48-ю сверху вниз продажи, снизу вверх покупки. Индикаторы MCD у нас с классическими параметрами 12, 26, 9. Больше всего у нас беспокоит дивергенция. Дивергенция мощных сигналов разворота, его игнорировать не рекомендуется. Но, в принципе, мы этого почти никогда не делаем, за исключением тех случаев, когда дивергенция не классическая, либо же выглядит неправильно. На вершине рынка пример дивергенции в левой части графика, а на дне в центральной части графика. Смотрим также на пересечение нулевой линии. Помним, что это классический сигнал смены направления тенденции. Но нас с вами он интересует постольку, поскольку является достаточно слабым. Теперь давайте более детально посмотрим на графику. Основной упор мы продолжаем делать на анализ графические, всевозможные уровни, линии, тренды, в том числе и FIBA уровни. FIBA, как всегда, прикладываем на законченные движения, ищем коррекции. 38,2% и 61,8% наиболее вероятные коррекционные уровни. Не забываем с вами про фигуры. Треугольники, кратные вершины основания, головы и плечи, обычные перевернутые, кастрюли, они же блюдца и тому подобное. И ценовые каналы, не забываем про них, они у нас тоже регулярно попадаются на графиках и дают хорошие ориентиры для принятия торговых решений. Теперь давайте более детально посмотрим с вами на, конечно же, новости. Сегодня у нас два события, которые лично я выделяю как интересные. В 15.30 по штатам первичные заявки на получение пособий по безработице за прошлую неделю, естественно, понятное дело. Здесь основной фокус на доллар и на все, что с ним связано. Может быть движение, конечно, не ждите какой-то особо сильной реакции рынка, но она может быть. И также в 22.00 по Великобритании у нас берет слово глава Банка Англии Марк Карни, делает это достаточно поздно, даже для Великобритании, что называется. И будешь что-нибудь нам рассказывать. Опять же, это новость из разряда скажет что, не знаем что, и при этом цена может куда-нибудь пойти. Единственный способ на этом торговать, это смотреть в режиме реального времени, например, трансляцию там Блумберга или еще чего-то, и кого-то. И тогда только решение принимать. Ни календарь, ни лента новостей в терминале здесь не позволят что-то извлечь из данного события. Поэтому здесь просто возьмите во внимание и помните, что фунт может быть подвержен дополнительному влиянию в 22.02. Вот что касается новостей. Ну а теперь к набору, к торговому набору. Евро, фунт, иена, франк, как обычно. Золото и серебро, как обычно. Доу, СНП, евросток и никей, тоже как обычно. Ну и нефть с природным газом. Также в конце нас ждут инструменты-бонусы. И это, как всегда, криптовалюта. Начнем с вами с евро-доллара. Что касается евро-доллара, есть идея, что можем отправиться в район отметки 1.23.15. Напомню, мы вчера результаты зафиксировали, собственно говоря, получили. Не важно, сопровождали вы сделку, либо же закрыли ее вручную. В общем, если вы переносили стоп, например, на отметку 23.60, он у вас сработал. То есть, как ни крути, вчерашняя сделка закончилась. Результат получен, прибыль отличная. Я уже поудалял, собственно говоря, все ориентиры здесь, как видите. В общем, мы с вами неплохо заработали. В среднем где-то до 1200 долларов, что вполне и вполне хорошо, как для евро-доллара. Поэтому предыдущая сделка у нас закончилась отлично. Мы ее даже смогли дважды сопроводить. Сейчас возможен вариант коррекции к отметке 23.15. Мы практически, можно сказать, достали до отметки 24. То есть, судя по всему, от этого круглого уровня и немного скорректируемся. А там будет видно. Продавать я не рекомендую. Все-таки сейчас соотношение стопа к профиту почти один к одному. Канал восходящий пробился вниз. То есть, если по правилам за среднюю линию ставим стоп, то он уже почти будет равен профиту. Поэтому смысла тут входить в рынок никакого. Я рекомендую воздержаться от принятия решений. Ну а тем, кто до сих пор в покупках, рассмотреть вариант фиксации прибыли. Все-таки и канал пробит, и скользящие уже пересеклись, и MACD упал ниже нулевой линии. И вариант отработки канала на 23.15. Это вполне возможный вариант развития событий. Поэтому здесь я бы покупки закрыл, пока не стало поздно. Далее, друзья, франк. Франк. Почему франк? Фум, франк следующий будет. Не терпится уже перейти к франку, наверное. Хотя странно, сделок вроде у меня нет. Ну ладно. Итак, что касается британского фунта. Итак, что у нас? То же самое, в принципе. Пробой границы канала, пересечение скользящих. Правда, здесь они уже в тугой клубок сплелись. MACD тоже спустился ниже нулевой линии. В общем, все говорит о возможной коррекции. Я напомню, что по фунту у нас сделать не было. Не к чему было привязываться. И поэтому мы остались в стороне от принятия торговых решений. Ну, тем не менее, что есть, то есть. То есть, как бы сейчас тоже я предлагаю посидеть в сторонке. Если у кого-то из вас возникнут идеи с распродажей, в принципе, можно. Ну, учтите, что в 22.00 глава Банка Англии выступает. Да и, опять же, соотношение стопа к профиту не в нашу пользу. Будет практически один к одному. Поэтому по фунту, считаю, надо сидеть вне рынка и наблюдать. Швейцарский франк. Явно понятно, куда нацелился. 96.15. Это вполне реалистично. Если евро продолжит падение, легко мы доберемся сюда, до верхней границы канала. А вот, то есть, все закономерно и по-прежнему согласовано. Канал вот такой вот интересный здесь нарисовался. Вчера его еще видно не было. Сегодня предстал во всей красе. Ну, и явно видно, что целимся в верхнюю границу. Уже максимумы обновили. Поэтому, да, в текущем этапе тоже в рынок ходить смысла нет. Средняя линия. Если вдруг кто-то из вас купил раньше, ну, может быть, вы вчера к вечеру заметили этот канал, ну, мало ли, то тогда у вас есть хороший ориентир для фиксации 96.15. Если вы в рынок не заходили, сегодня остаемся вне рынка и наблюдаем. По скользящим вроде как покупки, но пересечения в канале, поэтому сигнал игнорируем. По MSED выше нулевой линии просто продолжаются покупки. Тоже, как видите, после долгого периода ниже нулевой линии мы сместились уже наверх. То есть, все-таки покупки сейчас преобладают. Далее, друзья, иена. Иена нас решила замучить, судя по всему. Ну, хотя грех жаловаться, мы обновили минимумы, то есть, выполняли уже половину нашей цели. То есть, как бы от 250 до 500 долларов в плавающем состоянии вы уже должны были видеть. А вот, опять же, при размере вашего депозита от 10 тысяч и более. Тем временем, я напомню, что мы продаем. Стоп у нас стоит 107.50. Цель 106.15. И, в принципе, есть все шансы, что все-таки отработаем. Нижняя граница канала нас немножко держит, но, учитывая, сколько раз мы ее пересекли, это может быть ненадолго. Поэтому будьте готовы, что движение вниз продолжится. Стоп пока что остается там же, его не переносим. Далее. Золото. Золото делает попытки пробоя границы канала с тестом с обратной стороны. То есть, все это выглядит очень красиво. Но не удивляйтесь, если мы пойдем вниз. Я пока что не совсем могу объяснить такой вариант развития событий, но есть такие мысли. Это пока что просто в порядке моего мнения. То есть, я это ничем не смогу ни доказать, ни опровергнуть. То есть, здесь не совсем графические методы анализа использовались. Поэтому есть все шансы, что мы опустимся. Я не покупал. То есть, как бы, мое личное мнение пока надо наблюдать. Вот, хотя по серебру лично я жалею уже, что не зашел в рынок по треугольнику. Но это на следующем слайде обсудим. Золото на ваше усмотрение. То есть, если вы хотите работать прямо в рамках этого канала, стоп-лосс под среднюю линию, это приблизительно 1336. Вот. И тейк-профит ширина канала, приложенная в точку пробоя. Ну, здесь ширина канала, грубо, около 40 долларов, чуть меньше, там, 37-38. То есть, грубо говоря, 1390. Это будет ориентир, если прикладывать ширину канала в точку пробоя. Я этого, повторюсь, пока что не сделал. Я подозреваю, что мы опустимся вниз. То есть, есть у меня такие мысли. Опять же, как сказал, доказать это чем-то или подтвердить не смогу. Вот. Немножко другая здесь история. Поэтому я пока вне рынка за золотом наблюдаю. Но по классике здесь уже должны быть покупки. Стоп за средней линией и ждать 1390 как минимум. Серебро. По серебру, видите, какая штука. Мы залетели на отметку, грубо говоря, 1690. То есть, практически там 87 чего-то там было. Вот. И отработали уже порядка 80% треугольника. После этого скатились. Но вариант дальнейшего роста вполне реален. И мы можем увидеть 17 долларов за унцию в самое ближайшее время. Я по треугольнику, напомню, не покупал. Тоже слишком долго выжидал. Хотя здесь, как видно, все развивается пока что классически. Был пробой. Тест с обратной стороны. И пока двигаемся вверх. Посмотрим, как сегодня себя поведем. Будет ли движение вниз. Преломится ли вот этот восходящий тренд хотя бы ненадолго. Либо же нет. Я пока тоже наблюдаю. Мне проще судить о банковских металлах. У меня открытых сделок нет. Поэтому я спокоен. Если у вас есть покупки, закрывать я их не рекомендую. Но желательно там уже подтяните стопы куда-то в безубыток. Если у вас сделок тоже нет, ну понятно, что сейчас заходить поздно. Будем смотреть вместе. Доу и S&P. Наверное, можно их пропускать. Не, я серьезно. Так исключительно не потому, что мне лень рассказывать, а чтобы сэкономить ваше время. Ну, мне вообще сказать нечего. Я тщетно пытаюсь уже третий день здесь что-нибудь отыскать. В итоге констатирую, что мы зашли в какой-то непонятный флэт. Сделали это, как всегда, не в попад, на ровном месте. И вот все стоит. То есть никто никуда не двигается. Скользящий сплелись в тугой клубок. MACD зашифровался и слился с нулевой линией. Новых фигур не появилось. Ну, здесь можно, конечно, рисовать какие-то мелкие треугольники. Но это так. Куром на смех, что называется. Вот. И тишина. И ничего не происходит. Поэтому, как по мне, нужно воздержаться пока что от торговли на американском фондовом рынке. Да и на европейском, кстати, тоже. Вот. Есть один интересный экспонат, о котором мы поговорим чуть позже. Где я, я купил, наконец-то, дождался возможности. А вот расскажу сегодня и вам об этом. Вот такая вот история с Doe. Примерно та же история с S&P. Здесь, правда, еще хуже. Здесь движение еще более горизонтальное, если можно так сказать. И примерно те же эффекты, спецэффекты. Скользящие переплелись. MACD слился с нулевой линией. Фигур новых не появлялось. Но, опять же, можно рисовать какие-нибудь мизерные треугольники или что-нибудь в этом духе. Но, опять же, делать этого не надо. Высасывать из пальца сигнал торговый. Я считаю, что самый оптимальный вариант сидеть вне рынка. Конечно, мы выстрелим 100% вверх или вниз, рано или поздно. Причем очень сильно. Но пока что нет сигналов ни к тому, ни к другому. Поэтому только наблюдать и смотреть за происходящим. Лучше не пытаться угадать, куда пойдет цена. Я решил отказаться от восходящего канала на Евростоке. Слишком он уж кривой, косой и пробитый во все стороны. Вот такой вот треугольник здесь нашелся постфактум. Правда, это вообще ничего не меняет. Пробой вверх был гэпом. Потом мы спустились ниже нижней границы. Вероятно даже, что стоп кто-то выхватил, если вдруг покупал. Но, опять же, это ничего особо не изменило. Просто он здесь был. И, как видим, не отработался. Я считаю, что в рынок тоже лезть не стоит. Здесь не та возможность, не та ситуация, чтобы принимать какие-нибудь хорошие решения. Далее, друзья, Nikkei. Ну, а вот, собственно говоря, и моя сделка наконец-то. Я в покупках. Жду 22.320 и стоп-лосс 21.560. Идея вот такая. Потенциал по прибыли от 350 до 700 долларов. Я уже не раз говорил, что я внимательно слежу за Nikkei, жду движения к нижней границе, чтобы закупиться от нее. И вот, собственно говоря, вчера дождался. К ночи было повторение движения вниз. Вот поэтому я рассчитываю на рост. Причем на хороший к верхней границе канала. Посмотрим, получится это или не получится. Но у меня сделка вот такая. Все в рамках графического анализа. Опять же, все по правилам. Стоп и профиты. Ну, профит у меня не стоит, как обычно. Вот я профиты вообще редко ставлю. И жду, жду, жду. Понятно, что это не займет один день или два. И если мы пойдем вверх, это вряд ли до конца недели случится, что мы дорастем туда. Поэтому, скорее всего, это сделка такая. Среднеиграющая. Далее. Нефть. По нефти как-то не прискорбно. Я вчера ошибся. Мы с вами могли заработать еще больше. Но лично я немного испугался темпов роста. И ожидал какой-то суровой коррекции. Как видно, на текущем этапе суровой коррекции не последовало. Мы постучались. Ну, эта линия тренда уже появилась потом. Ускорение. Сейчас ее пытаемся пробить. И даже отмечали отметку практически 73 доллара с копейками. За баррель. Вот. Это для меня небольшая, ну, а как-то, наверное, большая неожиданность. Я бы так сказал. Потому что вообще не рассчитывал на рост. Думал, что как раз вот вчера и будем корректироваться. Но не тут-то было. У нефти хватило силенок еще для того, чтобы двигаться выше. Но вот что будет сегодня под вопросом. Как видите, ускорение пробито. Основная линия тренда сейчас лежит как раз таки в районе 70 долларов за баррель. Посмотрим, скорректируемся, либо нет. Лично я в рынок лезть не рекомендую. Особенно, если вы вчера закрылись. Если вы вчера не закрывались, хороший шанс сегодня, чтобы зафиксировать покупки. Опасаюсь, что можем получить нисходящее движение. Но, опять же, посмотрим. Везде продолжаются покупки и по скользящему по MACD. Дивергенции здесь не было, как видите. И сигналов в этом плане к развороту тоже пока что нет. Единственное, что об этом говорит, пробой линии ускорения. Природный газ. Неожиданная идея на продажу. Сам от себя не ждал, честное слово. Вот, 2,585 цель, 2,675 стоп. От 150 до 300 долларов потенциальная прибыль. Работаем в условиях нисходящего канала. От верхней границы целимся в нижнюю. Вот такие вот мысли. То есть, опять же, ничего там экстраординарного от газа не жду. Но в краткосроке есть возможность заработать. Если вдруг пробьемся наверх и стоп получим, закрепимся выше 2,675 в покупке с целью ширины канала в точку пробоя. То есть, сразу можно менять направление сделки и ждать приблизительно 2,77. Вот такая вот штука с газом. Посмотрим, будет или нет. Я лично больше склоняюсь к нисходящему варианту развития событий. Правда, потенциальная прибыль здесь довольно мала, но тем не менее она есть. И соотношение стопа к профиту классное. То есть, здесь почти 4 к 1 соотношение. То есть, в принципе, и стоп очень-очень мал. Поэтому можно позволить себе рискнуть. Итак, друзья, наши с вами инструменты-бонусы. Да, надо их уже писать во множественном числе, а то мы давно ушли от одного инструмента. Итак, друзья, эфир пробивает верхнюю границу канала, тоже пытается закрепиться, но последние там полтора часа положили конец этим усилиям, и мы опять вернулись к границе канала. Скажем спасибо биткоину за снижение, и он опять утянул за собой все остальное. Вообще, забегая вперед, давайте без интриги. По эфиру и по биткоину у меня точка зрения не поменялась. Я считаю, надо сидеть вне рынка. И если эфир хоть пытается показать какие-нибудь сигналы на дальнейшее движение вверх, то если мы посмотрим с вами на биткоин, он, судя по всему, еще и в треугольнике. Сегодня, точнее, можно сказать, вчера вечером посмотрел пристально на график и обнаружил его. И вот, собственно говоря, падение за последние полтора часа, которое все альткоины тоже толкнуло вниз. Глобально ничего не поменялось. Мы стоим на тех же уровнях, где стояли вчера. То есть весь рост, который был за 24 часа, уже нивелировался. На текущем этапе смысла входить в рынок не вижу, так же, как и с эфиром. Поэтому два таких мастодонта, они остаются за кадром. А вот по заткешу продолжаются покупки. Плавно, но уверенно мы растем к 194. 194. Меня это лично радует, как человека, который купил стоп-профит, вы знаете. Опять же, может, кто-то профит и так же не ставит, как и я. Поэтому просто ждем эту отметку. Ее, кстати, пора немножко скорректировать. Там уже в районе 194.70 где-то. Ну, опять же, это мы всегда успеем сделать. Главное, чтобы мы добрались сюда. Там уже и будем корректировать, либо фиксироваться. Последние полтора часа, опять же, спасибо биткоину. Поглотил все старания, которые были за сутки. И мы опять вернулись практически к вчерашним уровням. Отчаиваться смысла пока что никакого. Все нормально. Пока это не выглядит прям как разворотом движения цены. Но готовиться, как всегда, надо к худшему. Поэтому стоп-лосс все там же, цель все там же. От 350 до 700 долларов потенциальная прибыль. То есть по заткешу я все-таки жду, что верхнюю границу мы отметим и постучимся туда. И, может быть, нас даже пустят выше. Ну что, друзья, как всегда, хочу напомнить, что вся информация, которую мы рассматриваем, по-прежнему носит прогнозный характер. Не являясь при этом рекомендацией купли или продаж финансовых активов. Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем, как обычно. Ну а на сайте armcapital.eu вы можете более детально познакомиться с условиями торговли, зарегистрировать свой аккаунт и приступать к работе уже сегодня. В вашем распоряжении чуть более 90 инструментов. Совсем скоро их стоит еще больше. И там вся необходимая информация тоже найдется. Плюс обратите внимание на регламент торговли. В нем также все интересное указано. Ну а теперь давайте подведем итоги нашей встречи. Я хочу отметить, что завтра мы встречаемся 13-го числа в пятницу. Пятницу 13-го. Будем надеяться, что это будет счастливый трейдерский день и хорошее окончание рабочей недели. В 11.00 на том же месте в то же время. Если у вас возникли вопросы, я отправляюсь в чат, буду на ваши вопросы отвечать. Если вопросов не возникло, то просто будем прощаться до завтра. Так, понял вас. Спасибо большое вам, Владислав. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Владислав, у меня корыстный вопрос. Если вы откроете терминал в моменте доллар, японская иена. У меня на конкурсном счете приобретен этот товар, доллар, по цене 106.809. И я сижу гадаю, как высоко поставить тейк-профит. Можете дать мне вашу идею со 106.80, куда бы вы поставили тейк-профит? То есть у вас покупка? Да, покупка. Ну, учитывая то, что я жду движения на 106.15, наверное, тут из меня будет плохой советчик, где ставить тейк-профит повыше. Если, конечно, опираться на этот канал, то смотреть альтернативный вариант 107.40, может быть, где-то здесь. Мне кажется, что, опять же, мое мнение, что можем продавить границу и все-таки отработаем вот этот канал. Хотя с доллар-иеной загадывать нельзя. Свой мир. Да, согласен. Там новости могут быть и японские, и американские, и международные, естественно. Поэтому сейчас, не дай бог, начнутся по стрелялке в Сирии. Доллар стрельнет, конечно, по всем инструментам. Но по иене мне показалось, с кем мы, так сказать, обсуждали эту тему, нам показалось, что по иене он может стрельнуть даже сильнее. Понятно. Но для вас приоритет все-таки вниз. Вы все-таки ждете вниз его, да? Да, то есть как тогда и планировали. То есть все-таки вот эта цель первична. Посмотрим. Ясненько. Понял вас. Ну что ж, тогда я, раз не получил я поддержки морально от вас, буду верить в Трампа. Надеюсь, Трамп через вселенную услышит и сделает все как надо. Спасибо. Если не я, то Трамп. На кого же еще в этом мире надеяться? Да, согласен. Два человека могут повлиять на рынок в данной ситуации. Спасибо огромное, Владислав, вам за ваш обзор. Хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Вам также, Игорь, большое спасибо. Друзья, всем большое спасибо за внимание. Как всегда, побольше вам прибыльных сделок и поменьше стопов. Увидимся завтра. Всем удачи и хорошей торговли. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.